Вот такая у нас сегодня погода. Целый день идет дождь. Даже была гроза. Я без зонтика. Хорошо, что меня муж забрал с работы. А ну такая погодка насквозь бы. Замочилась. Я сегодня день отработала. У меня было 7 часов. И все. И домой. Труля-ля. Вот это единственная погода. Да что это такое? Кто это там шлет мне? Или меня шлет? Вот. И буду аж до 12 числа дома. Плохо, что вот этот дождь. С Боней выйти погулять. Она уже так просится на улицу. Хочется гулять. Уже пищит. На балконе прыгает. Знает, что там улица. Ну, ладно. Сейчас приедем домой и будем заниматься домашними делишками. Что-то долго нет. А, это наверное еще. Сейчас кофеечком будем баловаться. Попьем кофе. Артем уже позвонил. Говорит, мама, я уже дома. Я говорю, раздевайся. Самые руки. Все как положено. Я как мышка пыше. Сейчас приедем, посмотрим. Что да как. Уже скорее бы закончилась эта школа. Да начались каникулы и будем переезжать. Потому что я не могу. Я не тут дома ничего толком не делаю. Ни там ничего не делаю. И вот такое, знаете, как на два дома, только ты посередине. Ни туда, ни сюда. Уже хотим, чтобы он уже закончил. И тогда уже со спокойной душой начнем свои узелки переносить. Это у нас такой ритуал. Артему каких-то вкусняшек набрал папа. Там сосиска в тесте, пепси и такая картошечка. Я уже одну съела вкусненько. А мы сейчас будем кофе пить. Это Артему такой презентик. Ммм, вкуснятина. Как это называется? Латте большое. Для больших девушек большое латте. Короче, что вам сказать. Если вы не видели тетю Мотю, Дусю, Фросю, то она перед вами. Я забыла свое зарядное устройство на работе. Штунда-юнда. Так спешила, так спешила. Господи. Боня, что ты там, Казася? Бегает вокруг меня. Уже приехали. Я такая сумку открываю, ищу ключи. И мне как серпом по яйцам. Нет зарядки. Что я буду делать без зарядки до воскресенья? Сегодня только вторник. Я говорю мужу, что ты меня сейчас убьешь. Он говорит, что такое? Я забыла зарядку. Что меня рубить? Он говорит, а к твоему телефону наши зарядки не подходят. У меня уже новомодная зарядка. Это мне Катя сказала, что у меня новомодная зарядка. Ой, короче, я говорю, ну что делать? Сейчас чуть передохну и поеду на автобусе назад на работу за зарядным устройством. Он мне говорит, что тебя отвезти? Я говорю, отвезите меня кто-нибудь туда и назад. Представляете? Тук-тук откройте. Уйдите тук-тук присели ко мне в гости. На подоконник сидит, выглядывает в окошко. Короче, жду. Сейчас за мной опять заедут и опять королевишну повезут за зарядкой. Ну, это вообще, я не знаю. Хоть бери довешай на шею, знаете, как деткам варежки или перчатки на резиночке. Вот это мне так надо вешать. Что кому говорить? Сейчас поедем. Да, Абонита, поедешь с нами, прокатишься, головой вдох крутит. Короче говоря, планы поменялись. Никуда мы не едем. На улице дождь, ливняка. Муж купил такую зарядку мне. Значит, это у меня будет дома. А то, что на работе осталось, я ее, наверное, оставлю на работе, чтобы не возить и не забывать. Вот такие купил мне штучки. Да, Боня, да, не пускают тебя. Раз мы никуда не едем, я нанесу такую маску от черных точек от Эйван. Прямо черных точек. Вот она такая. Да все ее знают. И пока я буду ее возюкать, я вам расскажу историю про свою подружку детства, с которой я недавно опять познакомилась, но я не знала, что это она. Это мы уже потом поняли про эту. Но это, если так все подробно рассказывать, то получится очень долго. Факт тот, что сейчас она шамаханская царица. Она вышла замуж за шейха. Теперь наша Юлька, которая была просто Юлька, а теперь Юлия Батьковна, шейха. Вот так. Это мы уже потом выяснили. И это еще не все. У нее еще есть свой канал, оказывается, в Ютуб. Прикиньте. Чтоб не Ютуб, мы друг друга и не узнали, и никогда б не увиделись хотя бы на фотографиях. Она мне показывала свои фоточки. Да, на Ютуб у нее есть свой канал, она его недавно завела. Я вам оставлю ссылку в описании, кому интересно. Но вы же знаете, там законы строгие. Она живет сейчас в Египте. Да, у нее муж такой весь крутой. Ну, понятное дело. И она обогнала всех тех жен, которые были перед ней. Потому что наши девчонки сами красивейшие. Сами наигарнейшие. У нее есть свой канал, оказывается. Мы с ней общались и не знали, что мы знакомы. Понятно? Вот как в жизни бывает. А потом слово за слово в личной переписке до нас дошло. До наших извилин. Короче, я эту маску решила нанести полностью. Давно ее не делала. У них же там строгие законы. Религия вот эта, да. И муж ей не разрешает показываться в кадре. Пока не разрешает. Вот. У нее двое маленьких деток. Но она так чуть-чуть деток со спины показывала. Она совсем простая. Не такая не зажравшаяся. Знаете, не такая там. Все. У меня куча бабла. Я крутая. У меня муж шей. Я езжу на Тиффани или Тифани. Как это вот эти машины? Даже не так, как они называются. Неудобно спрашивать. Позориться. Вот. Она классная вообще. Она какая была. Простая девчонка. Такая и осталась. Короче, из... Как стюардесса называется? Бортпроводники. Из бортпроводницы стала светской левицей. Вот так. Это сказка про Золушку. Реально. Так что, девчонки, кому интересно. Ну, единственное, что она себя пока не показывает. Может быть, потом. У него такие, знаете, абстрактные видео. Не будет там ее в кадре. Ну, нельзя им это делать. Но она сейчас потихоньку начинает снимать влоги. Может быть, потом, когда-нибудь вы ее увидите. Я ее видела. Потому что я ее знала маленькой, да? А сейчас она взрослая девушка. Женщина. Мама двоих деток. Красавица неописуемая. Очень красивая. И мужа ее видела. Тоже красавец. Вообще, очень красивая пара. Я уже залезла с ног до головы. Может быть, когда-нибудь она себя покажет. А мы за здоровое питание. Вот так. И стюардесс. Она знает языки. Она очень умная. Не такие, знаете, красивые и дурные. Не, не про то. И сейчас она на первом месте. Самая любимая жена. Шамаханская царица. Такая. Красивая. Такие. Глаза. Она не ходит в этой... Как оно? Ну, вы поняли. Боже, вылетела из головы. Ну, в этом. Вы поняли, да? В черном таком. Нет. У нее красивые современные наряды. Такие, как у Жон Шейхов. Угу. Пока она дома. С двумя детками занимается. Сама. Без всяких нянек. Она хочет сама заниматься детьми. У нее мальчики, девочка. Малюсенькие. Два, по-моему, четыре года. Так что вот такие дела, девчонки. Вот такие бывают в жизни. Да. Сейчас я подсохну, к вам вернусь. Забыла сказать, где они познакомились. Она работала на этих египетских авиалиниях. Какие-то там вот эти линии, которые самые дорогие, да? И потом она устроилась на какие-то вот эти чартерные рейсы. Вот для богатых вот этих всех, понимаете? Угу. И он ее увидел и влюбился с первого взгляда. И сказал, ты будешь моей навеки. Все, пепси выпила. Называется, Артемочку купили. Так что вот так в жизни бывает. Кому интересно, я оставлю ссылочку на ее канал. Так что подписывайтесь и следите. Может, что-то покажет интересное. Подсыхаю. Вот такая история. А у вас есть подружки, жены шейхов? Скоро я поеду в Египет. Устроюсь у нее в особнячке прибиральницей. Скажу, Юлька, возьми хоть прибиральницей. За 100 евро в месяц. Юлька, возьмешь? По старой дружбе. Короче, вот такие дела. Вот такое бывает. Жду, когда маска подсохнет. Буду смывать. Хотела же вам показать маленькую обезьянку. Так стоит, плачет под ногами, хочет на ручки. Да, Бонечка? Да. Так посмотрела на меня, на белое лицо. Смотрите, какая уже большая. Она выросла, но еще вес будет набирать. Такой дрыщ. Ребрами светится. Красоточка. Отворачивается. Не хочет смотреть на вас. Не хочет смотреть. Мой пупчик такой. Дай, мам, идем. Мой сладенький. Одна на ногах висит, другая на подоконнике сидит. Еще не высохла. Вот тут уже подсыхает по краям. Но эту маску хорошо у кого черные точки и такая жирноватая кожа, но не прыщавая. На прыщи ее нежелательно. Тут в составе на втором месте силика, что не есть хорошо. Поэтому у кого прыщи нежелательно. Такая жирность какая-то повышенная. Да. И черные точки. Но не прыщавые. Потому что могут быть проблемы еще больше. Все. Она мне уже надоела. Пойду смывать. Здесь лицо волосатое. Смотрите. Борода растет. Старость, нерадость. Гормоны играют. Будем бриться скоро. Смыла маску. Знаете, как ее хорошо смывать? Берете водичку и вот так хорошо ее как бы не то что распениваете, размачиваете на лице полностью. Смотрите. Видите, как граница такая красная. Видно, да? Я терла спонжем такое красное лицо. На границе с маской. Тут вообще белое. Пришел царь семьи. Так. И вот так вот ее сначала размачиваете на лице. Вот видно, да? Красное. А потом спонжиком раз, два и все. Это я вытираю тоником, если где-то что-то осталось. А потом эта краснота проходит. Это нормально. Это значит масочка поработала. Я ее, видите, давно не делала. И получается вот так. Все. Пока у меня вот такой тоник. От домашнего доктора. Ромашка и чабрец. Дальше. Вот эта сыворотка. Я уже ей пользуюсь несколько дней. Может неделю. Утром и вечером. Это от Елизаветы. Стеклянная бутылочка с пипеточкой. Вот так выглядит. Пока мне все нравится. Сейчас будем наносить как в инстаграм. По модному. Вот так. Тыды. Она такая не жидкая. Немножко густоватая. Вот. Смотрите, поскольку я ее нанесла, этого хватит даже более чем. Буду смотреть в зеркало. Вот так наносите ее на все лицо. Ну, я только начала ей пользоваться. Да. Пока я не могу оставить отзыв. Но эффект мне ее нравится от нанесения. Да. Она сразу такая липковатая. Пока она впитывается быстро. Секунд 20-30 и ее нет. Я ее везде-везде. Можно на шею. Вот так сюда. На губы. Она не печет. Имеет легкий-легкий аромат. Вот. И она вот сейчас начнет впитываться. Ее так массажными движениями надо. Вот так. По щекам. Тут, слава богу, есть где разогнаться. Вот. Кто пробовал тканевые маски, тот знает. Они немножко после снятия. Такой, знаете, липкий эффект. Вот. Вот это так же само. Но потом он проходит. Эта сыворотка впитывается, втягивается кожей. И мы ее запечатываем любым своим уходовым кремом, гелем, флюидом. Чем вы пользуетесь. Вот. Еще немножко прилипает. Сейчас я жду несколько секунд. И будем дальше вносить уход. Все. 10 секунд прошло. Я выдавила крем. Это у нас зеленая аптека. Вот такой. Крем для век против темных кругов. Фигня фигня. Не покупается. Но уже хочу его доиспользовать. Он просто такой имеет легкий увлажняющий эффект для кожи вокруг глаз. Ничего больше он не делает. Ну, а что вы хотите от такой цены? Никакие морщины, если вы там хотите какие-то морщины убрать, ничего он не уберет. Запечатываем сыворотку. Вот таким гидрофлюидом. Примафлора. Сыворотка хорошо проходит в глубокие слои кожи. И вот так. И все. И это в гидрофлюид так же самое потом впитается нашей кожей. Это у нас такой будет вечерний уход перед сном. Так как я никуда не поехала, слава богу. Все. Ничего лишнего больше не надо. На губы тоже. Губы у меня сейчас в нормальном состоянии. Не потресканы. Потому что все время бальзамом пользуюсь. Еще у меня осталось на руки. Нанесу этот гидрофлюид. Все. На сегодня с уходом покончено. Будем дальше ухаживать за мытьем посуды. Так что девчонки вот так в жизни бывают. Все. Оставлю вам ссылочку. Кстати многие уже может догадались о ком я говорю. Девочки подписаны на Юлика. Будем за ней дальше наблюдать и следить. Всем пока-пока.